Я хочу прочитать из песни Бесней. Вторая глава. Я нарцисс саронский, лилия долин. Что лилия между тёрными, то возлюбленная моя между девицами. Что я плани между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени её люблю я сидеть, и плоды её сладки для гортани моей. Он вёл меня в дом пира, и знамя его надо мною любовь. Слышите? То есть церковь или невеста – это дом пира. В другом переводе написано «винный дом». Я вам просто сразу не стал читать, чтобы вы не ободрились. То есть в глазах Бога, ну что такое тот же самый винный дом? Это место праздника. Сама церковь глазами Бога – это место праздника. Но что я сейчас хочу сказать, особенно для поколения славы, от нас зависит, мы созидаем. Ну, либо место праздника, либо место сплетен, правда? Либо место суда. Ну, и это зависит от нас. Что мы созидаем? Своими словами, своей атмосферой, своим настроением, да? Ну, если мы находимся в роботе, то у нас вместо винного дома шо? Домашняя группа робота. Вот. И, во-первых, мы грешим против Бога, во-вторых, мы не получаем того, как он смотрит на церковь. Слышите? Понимаете, о чем я говорю? Я просто хочу, чтобы мы немного переключили мозги, что все по-прежнему, все хорошо. На любую там, на любую выходку дьявола или кого-то у Иисуса миллионы ответов. Миллионы. Только выбирай. Ну, и мы с вами продолжаем находиться в том, что называется Дом Пира. И знали его надо мной? Какое? Любовь. Ничего не произошло. Никакие суды еще не высвобождены на церковь. Все нормально. Вот. Иисус на месте. Мы совсем... Ну, многие из вас переболели, но мы все живые, правда или нет? Ну, мы живые. Никто из нас не кряхнул, ни у кого не разложились легкие. У нас почти все переболели. Ну, не знаю, кто тут не переболел. Было жестко, но все живые. Зато теперь... Я вчера, мне вчера один. Пастырь позвонил. Я на полу разговора выключил просто телефон. Максим, ты переболел. Ты должен сдать анализы. У тебя старые родители. Ты всех заразишь. Мы все умрем. И он не отпускает, меня шьет, шьет. И я на середине, такой, думаю, а вдруг родители заболеют? Поймал мысль. Такой, думаю, можно сдать? Потом, ну, фу, короче. И выключил телефон. Ну, то есть, понимаете, что вот нам надо переключаться сейчас сюда. И не давать себе жить в этом доме суда. Ну, вот в этом доме. Нам надо жить в этом доме милости. Ну, вот сейчас время, когда друг друга, если это возможно, как-то сделать механически. Любить надо друг друга по-особенному. Ну, это время, когда люди в испытаниях. То есть, сейчас у многих нагота оголяется. Да, а когда она оголяется, тебе, у тебя два варианта. Или покрыть его, или наплевать ему туда. И это же наши с вами отношения, правда или нет. Вот. Поэтому давайте помолимся и начнем служение. Вот. Я очень хотел бы, чтобы это поменялось сейчас. Ну, чтобы вы посмотрели в свое сердце, в свою голову, что ты созидаешь сейчас. Ну, что, как ты смотришь на церковь. Ну, дом пира или это, или нет. Там написано, что он как дерево с яблоками сладкими. И она любит сидеть под его тенью и есть эти яблоки. То есть, это наслаждение взаимоотношения с Иисусом. И церковь это наслаждение. Это место, если можно так сказать, место счастья. Но у нас с вами есть власть. Мы созидаем либо счастье здесь, либо несчастье. Это 99% на нас. Бог не будет нас насиловать. И вопреки нашим словам, когда мы живем в гадости постоянно, и он раз переломал нас, такое счастье, например. Нет. Это наша власть, что мы созидаем, что мы вокруг себя распространяем. Какую атмосферу мы несем. Либо атмосферу счастья, ободрения, либо атмосферу страха. Поэтому, Отец, мы благодарим Тебя. И, Боже, я прошу Тебя прощения. За вот эти все симптомы страха. За недостаток веры, Отец. За то, что лично я распространял эту негативную штуку, суд, осуждение. И также помилуй нас всех, Бог. Пусть просто изменится все. Придет обновление ума. Придет эта атмосфера счастья в эту церковь. Атмосфера неба. Пусть на земле будет, как на небе. Пусть на земле, здесь, в наших семьях, будет это счастье. То, что люди переживают на небе. Пусть это сверхъестественно проявится. Пусть Твоя кровь, она смоет сейчас все эти налеты хамства, ропота. Все эти вот вещи, которые мы наговорили против друг друга, против кого-то. Всякое непочтение. Отец во имя Иисуса. Пусть Твоя кровь и пусть Твое свежее присутствие, оно придет в Твою церковь. Придет в Твою церковь. Придет в Твою церковь. Свежее присутствие. Я знаю, что у Тебя на всякую выходку дьявола есть ответ. Это Иисус. Иисус, Сын Живого Бога. Мы благословляем Тебя и Твое присутствие. Аминь.